Ура! Мы делаем котлетки! Так, для котлет, для котлет, чтобы сделать котлеты, надо купить мясо, свинину, мясо свиное, кусок. Я его нарезала кубиками, вот нарезала я его кубиками, вот свининка, вот мясо, потом хлебушек нарезала, две булочки, два кусочка булочки и все вот это вот проворачиваю, вот так вот, вот этой вот машинкой, вот проворачиваю, понимаешь? Смотри, котлетку, как я делаю, смотри, так, ляпаю, ляпаю, это называется ляпаю, ляпаю котлеточки, кругленькие. Вот, раз, котлетка готова, да. Вот уже жареная, вот, смотри, одна жареная, хорошо, вторая тоже хорошо, а эти мало. Вот видишь, они уже какие жареные? Сейчас все пожарится. Это во время блокады, это во время блокады, во время войны, декабрь, ноябрь-декабрь 1941 года. Давали 125 грамм, это очень мало, очень много людей, очень много людей умерло от голода, просто от голода. Вот, тяжело было, конечно. У меня мама была здесь, она лазала на крыши, гасила зажигательные бомбы. 12 лет ей было, маме. У нее была еще младшая сестра, ей было 6 лет. И вот они резали этот хлеб ножом. На ноже оставались крошки. И мамина младшая сестра говорила, это я буду есть. Ты, Фрида, не ешь. Ты до войны хорошо ела. А это я съела. А потом, после войны, конечно, после войны, вот, появились продукты. Сначала по карточкам, потом это было уже в свободной продаже. И для того, чтобы у людей поднять настроение, чтобы было понятно, что стало жить хорошо, сытно, вот, издали книгу. Книга очень красивая, картинка замечательная. Я в детстве очень любила это все рассматривать. Книга красивая, заслуженная, но не все рецепты можно было сделать. А почему? Потому что не было продуктов. Не было таких ингредиентов, которые нужны были для того, чтобы приготовить именно так, как написано в данном рецепте. Просто курицу и мясо достать было тяжело. А почему? Не было в магазинах, и я стояла в очередях. Ну, я делала как? У нас здесь недалеко был мясной магазин. Я в 6 утра занимала очередь. Он открывался в 8. И главное было попасть в первую десятку, в первые 10 человек. Тогда тебе доставалось приличное мясо, а потом оставались одни кости. Мясо было, оно было, но его было очень мало. Почему-то. Я не понимаю, почему, но было мало. Очереди стояли большие. И вот трудно мне объяснить, но такая богатая страна, почему, не могу понять. И я ещё и до сих пор не могу понять, почему этого не было, когда вон, стада, везде паслись. Тяжело было с продуктами, очень было тяжело. Уже после 90-х стало лучше. Но вот этот вот период, 70-е, 80-е годы, было тяжело. Конечно, было тяжело. И поэтому готовилась из того, что ты смог, как у нас в то время говорили, достать. Вот что тебе досталось в магазине, из того ты что-то и готовишь. Вот так жили. Но ничего, всё равно было. Мы были молодыми, нам было весело, у нас были дети, нам было хорошо. Это сейчас мы можем сравнивать и говорить, боже мой, как мы жили. А жили мы хорошо. Вот что я хочу сказать. Весело было. Меня зовут Александра, я бренд-менеджер направления ностальгии. Так называются в общем наши советские кафе, квартирки и дачники. У нас три квартирки и один ресторан называется Дачники. Они все созданы в одной концепции, это советская кухня, кухня, советская стилистика в интерьере и в меню. Смотрите, у нас ходит как и молодёжь, так и более взрослая публика, в плане от 40 и выше. А молодёжь им нравится то, что это было у моей бабушки. Я помню в детстве такой ковёр и так далее. То есть у них какие-то воспоминания детства. А взрослые люди, у них ностальгия. То есть они ещё ходят, щупают вещи. У нас очень много старых вещей, именно которые пользовались тоже люди. То есть это чьи-то вещи. И они ходят, вот у меня тоже такой был. Ну вот у них ностальгия очень большая, они прям довольны. Ну и у нас очень вкусная кухня. То есть я вот тоже много где в ресторанах была. Кухня у нас действительно классная. У нас можно играть в игры ещё. То есть вот то же самое, как домино. То есть это вот в советское время была популярная игра. У нас есть шашки, нарды. То есть свободную. Любой человек может попросить сесть и поиграть. Опять-таки это на спор играют, там ещё что-то. Ну тоже интересно. То есть мы стараемся создать такую атмосферу, чтобы люди себя чувствовали свободно. Неважно какого они возраста и пола. То есть чтобы было хорошо душевно отдохнуть. Большинство блюд на самом деле советские. Есть блюда традиционные русской кухни, такие как борщ или уха. Но это те блюда, которые готовили как на Руси, скажем так, они традиционно русские, так и в советское время. Из современных, возможно, есть какие-то десерты, которые не готовили в советское время. Но в основном есть 5% меню это советское. Ну как я уже говорила, вообще советская эпоха, безусловно, она была сложная для российских жителей. Но в то же время она была, на удивление, душевная. Возможно, именно потому, что было сложно в каких-то моментах, было очень душевно и тепло в других. То есть очень много фильмов той эпохи, которую до сих пор люди смотрят и смотрят с удовольствием. Очень много произведений, стихов и песен и так далее. И наравне с тем, как было тяжело, было также и очень хорошо. Поэтому даже вещи, которые у нас здесь представлены, это же все вещи, которые действительно используются людьми в квартирах того времени. И очень приятно, когда российские люди приходят и говорят, ой, у меня на даче такой же сундук или такая же гитара или шкаф. Нет, это вообще нет. Это я первый раз такое слышу. А что мы пропагандируем? Я же не говорю, там, Сталин жив, там, и так далее. Нет. Просто общаемся с людьми. Такого нету, что... Я первый раз такое слышала. Честно, это не про наши церкви. Все зависит от того, что подразумевать под пропагандой социализма. Если говорить о том хорошем, что было в ту эпоху, то, да, мы... Ну, наверное, это не пропаганда, это просто попытка сохранить воспоминания, сохранить историю, которая дорога российскому народу и интересна для многих людей. Поэтому это скорее не пропаганда, а сохранение и уважение этой эпохи.